МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Громкое возвращение в строй популярной в Германии организации ID Gaming было анонсировано всего несколько недель назад. Первый джойстик с двумя рычагами управления двигателем для современных игр авиасимуляторов. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете свидетелями гонки третьего этапа российского чемпионата в классе Формула-3. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Недавно клан Бейс анонсировал правила проведения плей-офф стадии Nations Cup 11. Изменения в правилах выглядят достаточно любопытно, если не сказать шокирующе. Дело в том, что теперь игровой прием, известный как Duck Jump, будет разрешен для всех матчей стадии на вылет. Ситуация выглядит довольно забавно, так как именно за применение этого трюка с турнира была дисквалифицирована команда Финляндии и наказана сборная Германии. Текущий сезон Electronic Sports League Major Series по ДОТа еще не завершен. Однако это не помешало организаторам объявить о сезоне следующий. Главным нововведением стало изменение распределения призового фонда. Теперь победитель будет получать в два раза больше, а серебряный призер меньше. Иными словами, часть приза перешло от второго места к первому. Громкое возвращение в строй популярной в Германии организации ID Gaming было анонсировано всего три недели назад. Новый шведский менеджмент и боеспособная команда из Норвегии с такой связкой ID Gaming планировал вернуть былую славу. Однако по прошествии столь малого отрезка времени становится очевидным возрождение организации не получится. По крайней мере, в ближайшее время так точно. Постепенно начинаются национальные отборочные турниры к московскому гранд-финалу Code 5. Недавно стали известны восемь первых финалистов национального квалификационного тура в Китае по Warcraft 3 TFT. Стоит отметить, что отказался от участия в отборочном турнире V-Sky – двукратный чемпион World Cyber Game. Причиной тому послужило отсутствие денежного вознаграждения за победу в национальном турнире. Отборочные матчи будут продолжаться. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы поговорим об изучении незнакомых гоночных трасс. Способ первый – самому сесть за руль виртуального болида, спокойно выехать на трассу и постепенно поворот за поворотом запомнить конфигурацию. Увеличивая скорость прохождения поворотов, отмечая для себя точки торможения, ориентиры и особенности трассы, вы скоро сможете проехать ее даже с закрытыми глазами. Способ второй – просмотр повторов прохождения трассы другими гонщиками. Вместо того, чтобы самому набивать шишки и разбивать виртуальные болиды в незнакомых поворотах, можно просто найти повтор прохождения круга другим пилотам. В этом случае, помимо изучения собственной конфигурации, можно одновременно наблюдать за техникой пилотирования и, возможно, взять на вооружение какие-то приемы. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, но правильно комбинируя их, вы сможете быстро осваивать любые незнакомые трассы. Впрочем, эти способы пригодятся не только при изучении незнакомых трасс. Часто, пересев, например, с формулы на спортпрототип или туринговую машину, приходится даже знакомые трассы учить практически заново из-за различий в управлении. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке. Пока бесплатно. По машинам и удачи на трассах! Смотрите далее. Стильный комплект, в который входит тонкая элегантная беспроводная клавиатура, беспроводная лазерная мышь и компактные приемные устройства USB. И, конечно же, вас ждут новые соревнования. Сегодня вы станете сведениями гонки третьего этапа российского чемпионата в классе «Формула-3». Представляем обзор киберспортивных девайсов. Мышь Crate от компании Razer имеет форму классической трехкнопочной мыши, которую мы уже успели забыть. Максимальная чувствительность сенсора – 1600-2000 ДПИ и более. Максимальная частота опроса USB-порта – до 1000 Гц, что приводит к сокращению времени отплика до 1 миллисекунды как у курсора, так и у кнопок. Genius представляет стильный комплект Luxemade, в который входит тонкая элегантная беспроводная клавиатура, беспроводная лазерная мышь и компактные приемные устройства USB. Благодаря беспроводной технологии 27 МГц решается проблема спутанных проводов. Надежное подключение позволяет управлять PC вне рабочего стола, что обеспечивает мобильность и свободу передвижения пользователя. SciTech запускает «Авиатор» – первый джойстик с двумя рычагами управления двигателем для современных игр-авиасимуляторов. Он имеет дизайн в военном стиле, высокочувствительный триггер-курок, восьмипозиционный переключатель видов и еще подсвечиваемую кнопку пуска ракет, с предохраняющей от случайного нажатия крышкой. Впервые джойстик обладает двумя рычагами управления двигателем. Эта возможность позволяет управлять несколькими двигателями в полете на больших самолетах. Компания «Диалог» представляет руль GW23FB. Он оснащен педалями и коробкой передач. Трехспицевый руль имеет прорезиненное покрытие, которое предотвращает проскальзывание руки. Почти все дополнительные клавиши расположены на панели за рычагом переключения передач. Это создает еще больший эффект присутствия в автомобиле. Руль имеет функцию обратной связи. Крепится к столу с помощью присосок. Также возможно крепление с помощью струбцин. Здравствуйте! Сегодня мы увидим гонку третьего этапа российского чемпионата в классе «Формула-3». Гонка проходит на австрийской трассе А1 Ринг. Стартовая решетка целиком заполнена. За попадание в основную гонку боролись 35 пилотов, но только лучшие 27 вышли на старт. Первую позицию по итогам квалификации занимает Дмитрий Луканов. Очень быстрый пилот из Украины, хорошо известный в мировом сим-рейсе. В этом чемпионате Дмитрий защищает цвета команды «Камрад Рейсен». На втором и третьем местах расположились молодые пилоты Александр Лапин и Дмитрий Кафанов, совсем немного уступившие победителю квалификации. Четвертую и пятую позиции заняли Кирилл Изотов и Роман Романов из «Рашн Экспэншн». В целом результаты квалификации получились очень плотными. Гонщики, занявшиеся со второго по 21 место, квалифицировались менее чем в двух секундах от лидера. Прогревочный круг прошел спокойно, и пилоты заняли места на стартовой решетке. Загораются зеленые огни, и гонка начинается. Лидер Дмитрий Луканов очень уверенно берет старт и спокойно, без борьбы, уже с первых метров дистанции, уходит в отрыв. А вот стартовавшему вторым Александру Лапину разгон не удается, и он уступает одну позицию Дмитрию Кафану. В целом старт прошел чисто, серьезных столкновений не было, и все пилоты жестко, но корректно отборовшись, продолжили гонку. Лишь в следующем повороте, в медленной шпильке «Ремус», Лапин, пытаясь вернуть себе вторую позицию, совершает неподготовленную атаку на Кафанова и выбивает соперника. Машина Кафанова не повреждена, но он теряет время и откатывается на девятую позицию. Воспользовавшись этим, на второе место выходит Кирилл Изотов. Первым сошедшим в гонке стал Александр Бабакаев. На третьем круге его подвела техника. Идущий на первом месте Луканов потихоньку наращивает отрыв от следующего за ним Изотова. Но, похоже, Изотова это не устраивает, и он пытается удержаться. К сожалению, это приводит к ошибке. Кирилл в очень неудачном месте наехал на поребрик, машина стала нестабильна и сорвалась в скольжение. Пилот ловит машину, не допуская разворота, но слишком поздно. Машину унесло в сторону въезда в буксы, и Кирилл вынужден слежать скорость и проезжать по бит-лей. Еще чуть позже, на пятом круге, в повороте, носящем имя трехкратного чемпиона Формулы-1 Никки Лауды, разбивает свой болид Александр Холодкевич. В остальном в лидирующей группе ситуация остается спокойной. До пид-стопов обгонов почти не происходит, и к 20-му кругу почти весь Платон уже провел плановую дозаправку и смену резины. Идущий вторым Кирилл Изотов еще не заезжал в буксы, и угрозы для лидера не представляет. У Александра же ситуация сложнее. Идущий третьим Андреем Мекта всего в семи секундах позади и пытается навязать борьбу. К тому же после своего пид-стопа не так далеко оказался и Кирилл Изотов. Он выехал из боксов на четвертом месте, всего в пяти секундах позади Мекты. Похоже, в этой группе ближе к финишу будет интересная борьба. На 27-м круге не выдерживает еще одна машина. По техническим причинам выбывает из гонки Александр Гинько, шедший 12-м. До финиша остается меньше 10-ти кругов, и очень интересная борьба разворачивается за последнюю ступеньку подиума. Изотов на свежей резине очень быстр, и разделявшие его и Мекту 5 секунд к 29-му кругу растворяются, и Кирилл начинает прессинговать соперника. Уже через два круга, выйдя из воздушного мешка на прямой старт-финиш, Кирилл на торможении перед первым поворотом отвоевывает второе место. Разница в скорости слишком велика, и Андрею не удается зацепиться и попробовать провести контратаку. Через четыре круга взмах клетчатого флага говорит об окончании его. Первым финишную черту пересекает Дмитрий Луканов из команды «Камрад Рейсинг», который провел отличный уикенд и завоевал большой шлем. Он выиграл квалификацию и выиграл гонку, который лидировал от первого до последнего круга. На вторую ступень подиума зашел Александр Лапин из «Мотор Хоум Рейсинг», также уверенно выступивший на этапе. Замкнул тройку призеров Кирилл Изотов, выступающий за команду «Рашн Экспэншн». Завершившийся третий этап уже дал возможность делать какие-то выводы и прогнозы на набирающий ход чемпионата. До скорой встречи на виртуальных трассах! Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта. И, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова